5 граммов селедки, 100 граммов муки и 200 граммов хлеба. Голод и страх. На сцене кукольного театра «Сказка» будто установили машину времени. Спектакль о трагической судьбе семьи Савичевых основан на реальных событиях военного времени. А это главная героиня – Таня. Именно благодаря ее дневнику удалось показать жизнь людей в Великую Отечественную. Когда мы смотрим даже художественное оформление спектакля, что остается вот это ощущение того времени. Это очень хорошо, что нет такой интерпретации современной, потому что они должны это тоже прочувствовать, они тоже должны с этим столкнуться. Чтобы пьеса была правдивой, режиссеру Татьяне Тимофеевой пришлось прочитать много литературы. Но она до сих пор находится в поисках новых деталей. Эта тема не отпускает. Так сказать, что мы как бы все прочитали и отложили, такого нет. То есть мы почему-то постоянно переговариваемся или там, допустим, актеры даже говорят, «Расскажите нам что-нибудь, чтобы был какой-то еще монок, чтобы там какую-то историю душесчипательную, чтобы там они заиграли». В дневнике Тани было всего девять страниц. Однако этого хватило на целый спектакль. В театре уверены – равнодушных не будет. Кстати, показывать его планируют зрителям старше девяти лет. Этот спектакль не только для детей. Этот спектакль, мне кажется, он и для взрослых. И, наверное, сегодня я приняла окончательное решение, что он не только войдет у нас в перечень спектаклей, который мы будем показывать на организованного школьного зрителя, но и в афишу нашего театра. Кстати, труппа театра очень ждет открытия нового здания сказки. Его обещали достроить в этом году. А пока актеры и куклы репетируют на сцене бывшего кинотеатра «Родина», ставшей уже практически родной. Но все же надеются, что премьера спектакля «О храброй девочке Тани» состоится уже на новой сцене. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.